Слава Украине, друзья! Всем привет! С вами AndiVax. И сегодня говорим про один из моих самых любимых дилеев, плагин задержки под названием Lunar Lander. Перед вами предыдущая версия и помимо интерфейса несколько багов было исправлено благодаря мне, кстати, там были шумы всякие в ревере и в дилее. И плюс фичи всякие добавлены, поэтому легким движением руки. Раз-два. И вот он новый замечательный Lunar Lander P930. Дилеи, как и все плагины от компании Pulsar Modular, с душой, с аналоговой душой. Дилей, который действительно звучит очень близко, как мне кажется, к дилею от компании Moog. А таких дилеев, на самом деле, немного. Дилеев, которые органично, красиво дополняют ваш звук. Ну что ж, давайте разбираться перед тем, как будем разбираться по старой доброй традиции. В описании ссылка на донат для Вооруженных Сил Украины. Пожалуйста, задонатьте. Нам очень важна ваша поддержка в борьбе с российскими оккупантами. Огромное спасибо за поддержку и погнали разбираться. Сверху у нас в левом верхнем углу кнопка Bypass, переворот фазы, оверсамплинг. Режим BBD, когда добавляется нойз, и таким более гранулированным сигнал становится. Путь прохождения сигнала. Тут мы имеем дело с двумя модулями, и в этой прекрасной, шикарно выглядящей версии мы теперь можем четко увидеть блок дилея, бакет бригея дилей, BBD, и плейд ревер. И кнопка, которая позволяет нам пропускать сигнал сначала в дилей, потом в ревер, либо в ревер, потом в дилей. И следующая кнопка, она позволяет нам обрабатывать параллельный или последовательный сигнал. Меню выбора пресетов с пресетами также от вашего покорного слуги, прям с завода. Сохранение под новым именем пресета, с красной точечкой сохранение пресета поверх. Два состояния A и B, копирование между этими состояниями, калибровка различная, выходная громкость, гамбургер, там где вы можете посмотреть состояние вашей лицензии, кнопка Reset справа, которая обрывает все хвосты, дакер, дакер наоборот, гейт, причем эти три режима, которые гасят сигнал, можно опции гашения варьировать. То есть можно гасить только сигнал с дилея, соответственно, если у нас сигнал основной звучит, в это время просаживается громкость дилея, либо ревера, либо дилея ревера, либо вообще выходная громкость плагина. Я люблю использовать вот эту функцию delay плюс ревер или просто delay, чтобы он не мешал основному сигналу. Далее у нас регулятор mix, отношение между сухим обработанным сигналом, сатурация, которая сатурирует сигнал на входе, выходная громкость. Ну и непосредственно модули BBD, привет фанатам Electroharmonics, и Plate Rever, привет фанатам EMT-140, наверное, самый культовый. Ну что ж, давайте поговорим теперь про непосредственно звук, покрутим ручки, послушаем, но перед этим послушаем исходник, синтезаторный звук. Это у нас эмуляция Syntex Elka от компании Arturia. Слева, сверху у нас скорость нашего дилея, можно ее задавать с помощью кручения ручки, с помощью тапания на кнопку задавать в темп проекта. Можно привязывать с помощью нажатия на иконки с замком к темпу проекта, и тогда в выпадающем меню мы можем выбрать размер, в данном случае это 1 четвертая. Можно 1 четвертую с точкой включать, 1 четвертую триплет, то есть триоли. Далее задержка лево-правого канала для создания эффекта псевдостерео, очень крутая штука, заценим ее чуть позже. Текстура, функция, которая усиливает характер звучания и немножко продлевает хвост. Сам хвост, его длина регулируется с помощью regen, то есть фидбэк в своем роде, регенерация. Возможность включения функции ping-pong, когда у нас не монодилей, а вот режим left-right, когда в левый-правый канал сигнал попадает задержанный, или суммируется левый-правый и также по панораме раскидывается. Глубина модуляции, такого плавного изменения высоты звука и частота модуляции, причем чем выше мы эту частоту крутим, аж тут до 200 кГц. Это реально в FM, в частотную модуляцию, Frequency Modulation превращается в такую спецэффектную. Если же нам нужно какое-то плавное такое изменение, то в районе 1 Гц и где-то 0, наверное 0,05 устанавливаем и у нас получается такая рандомность некая, плавающая. Я посоветовал еще разработчикам сделать, вот тут модуляция происходит по синусоиде, больше-меньше, вверх-вниз, плюс-минус. Добавить еще к этому рандомность, так как это реализовано, так как работают пленочные дилеи. Например, в компании Strymon, наверное, самую классную эмуляцию пленочного дилея делаю, там это очень классно реализовано. Сатурация для дилея, срез низких-высоких частот, изменение формы этого среза, переворот фазы, входная-выходная громкость, можно навалить и дополнительно раскачегарить сигнал, если он, например, с сатурации не хватает. И соотношение между сухим и обработанным сигналом. Давайте же, наконец, послушаем только звучание дилея. Думаю, теперь вы поняли, почему сегодня обзор на этот плагин. Этот плагин прекрасен. Давайте микс переведем в полностью обработанное состояние, чтобы слышать только обработанный сигнал. Левый-правый отключим пока. Я вот очень часто в Reaper'е модерейт, скорость модуляции, автоматизирую, чтобы она рандомно вот так двигалась вверх, вниз, в небольших пределах. Это добавляет классную рандомность. Послушайте. Ну и так далее. Давайте послушаем, как здесь обрезные фильтры работают. Давайте теперь режим псевдостерео попробуем. Задержка в процентах от нуля до двадцати. Реально, больше пяти процентов я не рекомендую ставить, если вам какая-то спецэффектность не нужна. Это действительно классный режим такого псевдостерео создает. Ну вот, очень винтажно. Давайте в ноль поставим псевдостерео наш эффект и включим режим ping pong, оценим его. Так, давайте теперь поговорим про плейд ревер. При дилей, то есть задержка обработанного сигнала в миллисекундах, можно потапать, натапать какую-то скорость и можно залочить по темп проекта и выбрать, допустим, одну тридцать вторую. Также тут с точкой есть, триплет. Дампинг – это затухание. Затухание, длина хвоста. Short, long – короткая, длинная. Diffusion размывает хвост. Plate size – три размера плейта. Маленький, средний, большой. Классно садиться в микс вот с такими настройками инструмент. Давайте спецэффектности добавим. Длинный хвост, длинный дикей, размытие. Шикарно, на мой взгляд, звучит. Теперь давайте к дилею подмешаем звучание ревера. Прекрасно. Ну и давайте дакер попробуем. Включаем его, релиз – это скорость, которая освобождает сигнал. Вот детектор детектирует входящий сигнал. И потом, когда пик сигнала пропадает, вот где-то 400 миллисекунд, это будет уже так расслабленно. Вся эта система работает. Порог срабатывания, threshold и ray еще, степень сжатия. Давайте на максимум поставим, чтобы вы услышали. Таким образом, нашему секрету, сигналы, в основном, обработки не мешают. Если это нужно сделать, не вопрос. Дакер здесь как раз для этого. Ну и дакер, наоборот, и гейт. Поэкспериментируйте. Вам домашнее задание с этими эффектами. К слову сказать, я их ни разу не использовал. Вот такой замечательный инструмент. Давайте послушаем еще до и после. А пока вы слушаете до и после, пожалуйста, проверьте в описании ссылка на донат вооруженным силам Украины. Обязательно зайдите на сайт Pulsar Modular, потому что их приборы, их плагины, они уникальны. Многим кажется, что они очень дорогие, но когда вы попробуете их, вы поймете, что они звучат реально как железки. И их цена полностью оправдана. Рекомендую. А с вами был Andy Vax. До новых миксов. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok